Я сегодня выступаю, наверное, с несколькой такой неформатной темой для конференции БОСКа. С одной стороны, она достаточно нишевая, рынок цифровых финансовых активов, международный, он до сих пор не очень большой, если его сравнивать с традиционными финансовыми активами. В то же время, наверное, нет каких-то сейчас достаточно большого количества нюансов, о которых можно говорить, хотя, в принципе, блокчейн развивается уже давно, но тем не менее, поскольку государственные институты еще до сих пор, на мой взгляд, не совсем поняли, как с этим обращаться, каких-то больших нюансов с точки зрения комплайнса, законодательства, налогов, а здесь можно как бы только рассуждать и говорить о каких-то частных примерах на базе каких-то стран. Поэтому я, наверное, буду говорить больше о перспективах, которые именно интересно могут быть консервативным инвестором, который хорошо понимает свои риски, понимает риски рынков капитала, финансовых рынков, и при этом не хотят упустить возможности, которые складываются в этой области, которые, по всей видимости, станут всеобъемничать в течение ближайших 10 лет. Мой опыт работы, он в основном связан с управлением рисками, я 20 лет специализируюсь на вопросах корпоративного управления, управления рисками, защите инвесторов. В основном у меня, конечно, корпоративные клиенты компании, но последние 3-4 года я также вместе с партнерами открыли направления, связанные с цифровыми финансовыми активами, с инвестициями в области вот этих активов, которые основаны на блокчейне и разных децентрализованных регистрах. Поэтому развиваем, участвовали во всех хайпах, но не как, наверное, вот те люди, которые хотели просто привлечь деньги и куда-то убежать. Мы в основном занимались консультированием для разных компаний, которые об этом задумывались. Известно, что многие инвестиционные компании, достаточно крупные, они, в принципе, смотрят на этот рынок и уже даже получили от него некоторую выгоду, особенно когда был хайп в конце 2017-го, начале 2015-го года. Это не секрет, многие выступали, что заработали там достаточно большие деньги. Но при этом, конечно, всем инвесторам говорили, что тут очень такой рискованный рынок. В тот момент он был действительно очень рискован, до сих пор остается, и нужно очень осторожно к нему относиться. Поэтому мой основной тезис этого доклада, что несмотря на то, что сейчас уже стоит задумываться о каких-то консервативных стратегиях, связанных с цифровыми финансовыми активами, потому что появляются интересные проекты, все равно этот рынок, он достаточно рискованный. И от умения управлять рисками очень многое зависит. Какие вот основные преимущества? Преимущества, понятно, да, это ликвидность, это то, что, в принципе, благодаря какой-то централизации и открытости возможно делать размещение через интернет, через открытые платформы. Это участие множества институтов, появление новых каких-то ролей у разных финансовых институтов в отношении этого рынка, так и появление новых институтов, конкурировать с традиционными ролями разных финансовых институтов. Это глобальность рынка, да, глобальность, ну вот она очень хорошо появляется в нашей компании. У нас компания, которую мы организовали, она сразу перестала быть какой-то национальной компанией, она, я говорю о компании Librian, да, она сразу стала международной. У нас нету какого-то такого фокуса на какую-то одну страну. Поэтому приходится даже, не к тому, что мы там хотим, приходится работать практически со всем миром, с самыми разными странами. В этом есть большие плюсы, потому что риски можно диверсифицировать, можно делать в портфеле и, соответственно, можно выигрывать на тех рынках, где какие-то активы растут и временно придерживать активы на тех рынках, где они падают. Соответственно, мы замечаем, что важно понимать, что трансформация финансовых рынков вот с помощью этой технологии... Да, кстати, у нас есть в России до сих пор не принят закон о цифровых финансовых активах. Он все там начал разрабатываться еще в 17-м году, и вот думали, что он появится где-то в 18-м, и потом его немножко придержали. Сейчас где-то в мае было достаточно много скандалов, связанных с тем, что в этот закон попытались добавить ряд неинтересных норм, которые неинтересны участникам этого рынка, что, в принципе, может привести к тому, что тема окончательно уйдет из России, юрисдикции России, в то время как, на самом деле, многие юрисдикции правовые, они сейчас начинают конкурировать за то, чтобы к ним приходили эти активы, эти участники. И вот в России так получается, что, во-первых, достаточно такое размытое определение этого закона, и, во-вторых, очень размытое определение в отношении разных санкций, которые могут применяться к разным участникам, вплоть до тех, которые просто владеют большинками на оборудование, которое расположено в России. Это достаточно странные формулировки, которые, по сути дела, запрещают вообще заниматься этой темой. Хотя, на самом деле, если мы смотрим на европейские многие страны, и как такие консервативные, так и страны малые, то есть, например, как на Германию, так и на Прибалтику, на Мальту, то они все, на самом деле, этой темой вовлечения, развития этой темы очень активно занимаются нормы. Очень активно идет работа на уровне профессиональных сообществ, на уровне юридических профессиональных сообществ. Профессиональные фирмы выпускают свои проспекты, свои объяснения, что же имелось в виду там по какой-линой норме, как это можно трактовать. И на этом мы очень много выигрываем и зарабатываем. Задачи, но при этом задачи, трансформации, которые сейчас решаются, они достаточно эволюционные. То есть, сначала рынок действительно очень активно рост, он там рост примерно 3-4% от общей капитализации, в сравнении с обычными финансами активными, то, чем я понимаю акции и облигации. Но потом так немножко припал, и сейчас происходит некая такая криптовесна, то есть восстановление этого рынка, но очень такими эволюционными темпами. И, соответственно, это говорит о том, что тема прижилась, и тема, соответственно, будет дальше развиваться. Задача решается в этих четырех областях, в области прозрачности, то, что данные, как бы протокол, данные технологии помогают решать очень хорошо конфликты интересов, с помощью полезной такой децентрализации решать многие там задачи, связанные с недобросовестным поведением там отдельных эмитентов, да, и отдельных там посредников или каких-то крупных маркетмейкеров. Вопросы отчетности. Также это, конечно же, вопросы ликвидности, вопросы того, что трансформация помогает решить возможности, о чем я уже говорил. Это контроль эмиссии, то есть очень по-любому там блокчейн очень хорошо видно, как идет эмиссия, все это видят и, соответственно, могут как-то поднимать вопросы, если как-то меняется протокол. Но на самом деле протоколы не меняются, обсуждаются обычно в таких системах открытом сообществе. Соответственно, это все защищает инвесторов и, соответственно, с учетом там решения каких-то вопросов по специальности, да, также помогает инвесторам решать некоторые задачи, там, перевод активов в другие юрисдикции. Даже вот я сейчас слушал доклад по наследованию, мне кажется, что в будущем вот эти вот вопросы там связанные с наследованием тоже очень хорошо можно решать с помощью той же токенизации. То есть если там есть спор о какой-то картине, картину всегда можно токенизировать и, соответственно, между браслетниками просто разделить копины, да, этой картины. Это же касается любого, любого, соответственно, объекта имущества. Если смотреть вот на текущую ситуацию, что я бы выделил четыре таких традиционных субъекта рынков капитала, которые сегодня вовлекаются в эту трансформацию с помощью трансформации вследствие развития цифровых финансовых активов, основанных на блокфейне. Во-первых, это, конечно, государство. Если сначала государство занимало, я бы так сказал, государства разные, занимало такую роль, мы не понимаем, да, что происходит и пытаемся это сдерживать, но сдерживание, конечно, до сих пор как бы остается, то сейчас многие государства уже даже начинают упускать свои государственные криптовалюты. И Балтика этим как раз славится, да. Если говорить там о той же Великобритании, то там Шотландия одна из первых, которая там, государственная криптовалюта, ну, там не государственная криптовалюта, но, тем не менее, она была связана с Шотландией, что интересно. Вот. Ну, там есть интересные примеры, связанные там с Венесуэлой, да, там, валюта Петра, да. Ну, это такая отдельная страна, но если говорить о развитых странах, да, с хорошо поставленным правом, то эти государства тоже выходят на этот рынок. Потом, конечно же, банки и финансовые институты. А тут вот четыре таких направления. Это децентрализованные финансы, то есть это построение таких платформ, как кредитование, финансирование различного, да, которые основаны на децентрализованных системах. И, соответственно, банки, с одной стороны, конкурируют с этими платформами, с системами, а с другой стороны, они пытаются, на самом деле, высказать некие гибридные такие платформы, которые, ну, являются частью бизнеса банка, с одной стороны, а с другой стороны, эту полезную децентрализацию позволяют использовать. Очень многие банки заработали, например, в связанных с блокчейном и с кошельками. Потому что, на самом деле, вот кошелек, если его взять, там может лежать, ну, по-моему, 200 миллионов долларов на одном биткоинах, да. И привезти эти биткоины и потом как-то спрятать, замиксовать их очень легко. Поэтому многие компании и там финансовые компании с этим столкнулись, потому что доступ очень легко может быть организован. Сотрудник просто возьмет QR-код и все это, соответственно, может украсть. Поэтому стали передавать эти кошельки в банки. Соответственно, доступ только через вот третье лицо. На этом тоже стали некоторые компании и банки стали зарабатывать. И вроде такая простая услуга, но на самом деле в ней потребность возникла. Финансирование, ну, про линии частным капиталом понятно, потому что появилось много фирм и финансовых компаний, которые специализируются именно на цифровых финансовых активах. потому что очень много вопросов помогает решать для инвесторов. Не просто по заработку, а по переводу активов, по ликвидности этих активов и так далее. Финансирование цепочек подставок. Это такая интересная тема, связанная с торговым финансированием, потому что на двух финишах хорошо можно реализовать разные аккредитивные и прочие схемы. Если говорить о реальном секторе, то я бы не задавал внимания, если кто-то из инвесторов заинтересуется этими вопросами, я бы сразу обратил внимание на четыре такие, вот этими инвестициями, четыре такие базовые отрасли. Это управление недвижимостью, то есть это коммерческое и, соответственно, жилая недвижимость, которая приносит доход. То есть если вы хотите консервативных именно инвестиций, то это, наверное, одна из самых таких понятных, первых, близких к земле таких отраслей. Тем более, что в некоторых странах недвижимость находится, управление недвижимостью, строительство находится в такой депрессии, и многие строительные, девелоперские компании не заинтересованы, чтобы технизировать свои объекты для того, чтобы получить дополнительное финансирование, которое при этом приносит доход их инвесторов, будет приносить доход их инвесторов. Ну, конечно, это сельское хозяйство, потому что в сельском хозяйстве также много недвижимости, много активов, это очень понятный такой близкий к земле актив, опять же, это, собственно, является земля. Ну и второе, это все же связано с интеллектуальной собственностью, а также здесь сюда же можно отнести объекты искусства, потому что, опять же, это консервативные инвестиции, которые позволяют, которые, если применить блокчейн технологии, позволяют решать многие задачи. Речь касается, здесь речь идет не только о токенизации каких-то библиотек объектов искусства, или даже, может быть, фондов объектов искусства, а именно даже организация отдельных объектов искусства, которые достаточно дорого стоят, и с помощью финансирования можно продлить жизнь этого объекта в пространстве. Ну, конечно, любые технологические компании, особенно те, которые связаны с интернетом вещей, с финансовыми системами, с торговыми системами, они, на мой взгляд, являются самыми сегодня наиболее консервативными. То есть, во все остальное, ну, и во все остальное я бы не рекомендовал это смотреть. Единственное, конечно, есть такой, на таководках, как и бывающая компания. Там тоже все очень интересно развивается. это и вот драгоценные металлы, там, если мы берем наиболее скинникель, то они там платформу свою хотят заключить, основную на блокчейне, и, соответственно, которая будет торговать металлом и решать какие-то вопросы финансирования проектов. Наша компания тоже делает интернативную платформу, но мы там больше ориентируемся на разные юниорские проекты драгоценных металлов. Там, и платиновая группа, золота и так далее. это вот такие наиболее и при этом консервативные направления, которые я бы обращал внимание. Если говорить о законодательстве, законодательство, как я уже говорил, оно развивается, но пока осторожно. Мне кажется, здесь некоторая ошибка. Побыстрее разработать все эти нормы, закон, иначе опять появится очередной хайп, а мне кажется, он будет в ближайшие годы про годы, поскольку традиционные активы, очень многие, которые действительно интересны были в начале, они сегодня почему-то, ну не почему-то, а понятно, почему торгуются в спекулятивной игровой зоне. То есть, если мы берем, например, акции, крупных американских компаний, которые сегодня там наверху находятся, типа Амазона, Тесла, ну они явно в спекулятивной зоне уже торгуется, то есть, мне вкладывать сегодня очень рискованно, на мой взгляд. А сами все компании, конечно, интересные, и они, в принципе, наверное, заслуживают того, что к ним такой большой интерес, но вот на рынке сложилась такая интересная ситуация, которая немножко опубликает. А цифровые активы, они помогают реализовывать некоторые проекты, которые носят такой инновационный характер, с одной стороны, и если в них начинают этими проектами заниматься традиционные институты, финансы институты или традиционные компании, выбывающие компании, это может стать интересно для консервативных инвесторов. Законодательству надо развиваться в этих четырех областях, на мой взгляд, это защита прав инвесторов, то есть придумывать, как все-таки инвесторов цифровых активов по-настоящему защищать, как правильно квалифицировать активы, потому что квалификация активов достаточно большие проблемы, до сих пор не могут понять, что такой биткоин это деньги, или это не хотят называть это деньгами, а государство все-таки хотят называть комодити, но на самом деле, конечно же, это уже деньги, самые настоящие деньги. И с этим надо смириться. Но там еще очень много проблем в квалификации разных других цифровых активов, которые там непонятно, секьюрити это или не секьюрити, комодити это или какая-то вообще гибридная тема. и политика государства просто определять этот секьюрити только потому, что им ввести подзаконодательство, это убивает очень многие интересные начинания, которые на самом деле для инвесторов имеют интерес и для вообще в принципе общества. Ну, если там вспомнить тему, связанную с Telegram Open Network, то вот это один из примеров, что государство просто взяло и как-то выдернуло большой проект из общей толпы и сделало некую показательную расправу над этим проектом, что привело к денежные операции понятное дело, потому что субъект, который управляет денежными системами, им не нравится, что появляются такие виды денежных суррогатов, кроме того, это помогает заниматься money laundering, да, то есть и здесь несмотря на наличие со стороны фат интересных таких рекомендаций, как бороться с виртуальными деньгами, там все равно это практически невозможно бороться уже, и я думаю, что надо что-то новое здесь придумать. Ну, это белые налоги, да, до сих пор там налоги с цифровой финансовой очень плохо гладятся, и тут непонятно, как снимать, но тем не менее самое интересное, что самое интересное, что вот с точки зрения экономики ничего не меняется, да, раньше были плохие активы и были хорошие активы, и вот с цифровыми активами то же самое, есть плохие активы, есть хорошие активы, да, это просто технология, которая решает ряд там задач, которые раньше нельзя было решать на этом рынке, да, связанных с контролем и прозрачностью в первую очередь, а так на самом деле как бы вот с точки зрения экономики и с точки зрения наверное каких-то правовых норм, что-то хорошо, что-то плохо, ничего не должно поменяться, ну, налоги, государственные институты должны заняться налогами, допуск игроков, кому давать какие лицензии, многие страны уже стали выдавать лицензии, в этой деятельности у нас этого пока еще нет, а опять же, возвращаясь к той же Европе, это Прибалтика, это Мальта, там лицензирование этой деятельности дается, можно получить лицензии, в принципе, легально на этом рынке работать, но это правда, знаете, если вот взгляд инвестора, опять же, это пока не дает никаких абсолютно гарантий, он не имеет лицензии этой фирмы, не имеет, нужно всегда все-таки более глубоко разбираться и смотреть, чем, что же это за эмиссия, если речь идет об эмиссии финансовых активов, и что это за, тот же это за посредник, который предлагает там или защищает этот актив. Ну, перспектива для инвесторов и менеджеров я могу повторить, это недвижимость, это сельское хозяйство, это добыча металлов, ну, может быть, еще вот здесь все, что связано с торговой, с организацией цепочек поставок. Я, правда, таких проектов, которые в области там цепочек поставок хороших, пока еще не наблюдаю, но мне кажется, что эта тема в будущем, конечно, по мере вот развития этой технологии будет иметь очень большой интерес. Ну, пока многие ритейл-проекты в области блокбейна, они, ну, там не будут понимать капитализации, они получили вначале большую капитализацию, а потом капитализация схлопнулись. Если, да, постоянно говорю о том, что рынок интересный, он дает некоторые возможности, но здесь крайне важно управлять своими рисками. Какие риски существуют? Ну, риски того, что этот проект может оказаться в чисто венчурной историей, да, и я бы не рекомендовал пока в него влезать, если там нету каких-то за ним инвесторов традиционных, инвесторов квалифицированных, или, я бы даже сказал институциональных инвесторов, то я бы частным инвесторам точно туда не рекомендовал лезть, но даже если за этим проектом стоит институциональный инвестор, то лучше смотреть на то, как управлять этим проектом, смотреть на команду, как они управляют этим проектом, да, то есть, что там за команды, если там портфель управляют, в рамках стратегии вот этой фирмы, которая занимается этими проектами, проработали вопросы отчетности, существуют ли какие-то накопленные обязательства у имитента, потому что имитенты, как мы сами столкнулись с этим, в 2019 году, очень часто пытаются свои накопленные обязательства закрыть вот этими новыми проектами, выпустить новые, выпустить цифровые активы, получить деньги, закрыть старые обязательства, но дальше там как-то жить с этим и пытаться уже как-то остаться с новыми инвесторами, то на наш взгляд, понятное дело, является корректным. Опять же, рыночная ажитация, если пойдет вторая волна крупная, которая, скорее всего, выразится в неком движениях биткоина, да, ну, вот, если ты не знаком с этим рынком, можно просто посмотреть за биткоином, да, если биткоин уже последние три месяца, он находится в такой слабоколебательной, слабоколебательном тренде, это говорит о том, что накапливается, да, но пока нового хайпа не происходит. Вот как только это новое движение, наверное, вот, можно смотреть на эти цифровые активы, не на биткоин, биткоин, просто деньги, да, то есть там предсказать его движение совершенно невозможно. На мой взгляд, он вообще должен, конечно, в таком не, но рынок по-другому, с точки точки зрения, с точки зрения, биткоин не является там цифровым золотом, как многие говорят, у него нет альтернативной стоимости, альтернативной стоимости, да, поэтому вот прогнозы, что он там будет миллион стоить, это, на мой взгляд, очень странные прогнозы, потому что тогда фиат очень не стоит. А, собственно, финансовые риски, я поподробнее чуть поговорю там на следующем слайде, конфликт интересов постоянно возникает, очень, если мы посмотрим на разные криптоплощадки, сегодня они там постоянно, у них конфликтует интерес, они одновременно и организаторы торгов, и антрайтеры, и посредники, какие-то дополнительные, и юридические услуги оказываются, что с точки зрения традиционного, рынок является, конечно, ну, ерундой, да, и это очень большая риск создает для инвесторов частных, и поэтому, если вы видите, что игрок, ну, посредник этим занимается, то, наверное, стоит отказаться. Отслеживая доступ, актив может быть вовлечен в какие-то противоработанные схемы, ну, например, вот некоторые биржи, которые, собственно, топены выпускали, собственные криптовалюты, даже это можно назвать, они были замечены в том, что они обналили, ну, с мани лондеринг, по сути, да, и на них было оказано некоторое давление, и это привело к падению этого криптоактива. Правда, большинство из них, конечно же, выжило, потому что, ну, биржи – это такой первый, такой понятный финансовый институт, ну, я говорю про крипто, крипто биржи, которые появляются на новых рынках, и, соответственно, он имеет большие перспективы, ну, большинство бирж выжило, и даже прибавило в стоимости по капитализации, но имели инвесторы в эту крипто такую достаточно большую нервотрепку на некоторых этапах. Управление финансовым риском. Здесь, как бы, тут надо понимать, что риски все традиционные, да, это и рыночные риски, то, что, может быть, один из стоимости имущества, к которому привязан данный токен, или сам токен может падать по каким-то, может быть, необъяснимым причинам, просто потерялся интересы. Может быть, неэффективное управление собственными денежными средствами той компании, которая является эмитентом, да, данного токена, то есть она получила, допустим, деньги в эфире, в цифровом активе, да, но не успела, в данном случае не деньги, а именно криптовалюту, да, в рамках эмиссии, но не успела вовремя справиться со своими форекс-рисками, там, обменять это на фиат, и в итоге от этого эфира или какой-то криптовалюты у нее остались там, ну, недостаточные средства для того, чтобы покрывать свои расходы. Очень частая ситуация была в 2017 году, и вот здесь нужно очень внимательно смотреть на отчеты, как они управляют теми денегами, которые, теми криптовалюты и теми денежными средствами, которые привлекают из всех. Ну, понятное дело, что надо смотреть на применение, на обязательства, на оборачивость, кредиторское, дебиторское заточие, то есть смотреть, в принципе, все те отчеты, которые должны выпускаться всеми этими эмитентами. Василий, мы уже на 15 минут график опережаем, поэтому давайте попробуем. Пару рекомендаций, пару рекомендаций, светок, вот здесь представлена консервативная стратегия, на что нужно обращать внимание, об этом я уже несколько раз говорил, это активы, это участники, то есть кто именно в управлении, в чем их мотивация, и вот необходимо делать мониторинг, законодательство, анализировать также конкурентов и грамотно управлять рисками. Семь рекомендаций, которые я всем говорю, всегда всем инвесторам, неважно, это ритейл инвестор, или инвестициональный, который ходит в классы инвестиционного актива, это изучать команду, это фокус на хорошую правовую систему, ну, в данном случае мы рекомендуем, там, Швейцария, Лихтенштейн, да, в данном случае в первую очередь, потому что там самоотрясационная система хорошая, и неплохо профессиональное сообщество развивается, поддерживая эти все начинания. Это необходимо проверять качество процессов, то есть как работает именно тот актив или тот бизнес, за которым стоит этот токен. Важно искать импакт, то есть что приносит этот новый актив в свою отраслевую ничу, как он ее дезераппит, как он ее развивает. Если этого нет, то это просто неинтересно. То есть, несмотря на то, что в принципе это может не перейти к какому-то флуктуациям этого актива по упадению, но вы просто как бы, ну, нет смысла вкладываться в такой актив, потому что он не несет дополнительную возможность. Риски проблемы получить можно. Отсюда же истекает рекомендация, что нужно смотреть на компании растущие, юниорские, вот, NanoCap и MicroCap, да, то есть, те, которые там 50 миллионов стоят, да, например, если они торгуются на рынке, да, можно получить реализацию. И они, например, развивают такие проекты. Это очень интересная история, особенно если эти компании находятся в каких-то традиционных областях, там, добыча, недвижимость. Пока еще мы рекомендуем смотреть на закрытые размещения, потому что публичные размещения, под них еще законодательство не очень хорошо разработано, закрытые размещения могут дать хорошие возможности. И последнее, важно изучать документы, которые выпускает комитет, и в документах искать тот раздел, который показывает, как подтверждается право топина, да, потому что топин, соответственно, к нему должен привязывать какой-то актив или какая-то акция или какие-то конкретные эссет, да. Если это очень плохо прописано, то, соответственно, лучше от этого актива отказаться. Ну, в принципе, если у вас какие-то, ну, в данном случае возникнут какие-то вопросы, вкладывать, да, на что смотреть, то вы можете добраться и получить конкретную рекомендацию по активу или какие-то подсказки, как это правильно, как правильно влиять свои милиции. Большое спасибо.